В Черкесске торжественно закрыли месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. В этом году патриотический месяц проходил под девизом «Есть такая профессия – родину защищать». И в школах Черкеска проводились викторины, конкурсы, спортивные состязания, просветительские и исторические акции. Официальное закрытие месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы совпало с Днем призывника. Эти две даты объединили в один большой праздник, в котором приняли участие представители органов власти, учащиеся школы, юно-армейцы, будущие защитники Отечества и их родители. И наша съемочная группа Мадина Каракетова подробнее. Для каждого в этом зале Отечества, честь, долг – не просто слова, а не наполнены глубочайшим смыслом. Обращаясь к собравшимся от имени главы Карачаева Черкесии, первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Марат Хубиф отметил, что, несмотря на юный возраст, в ребятах уже видно желание служить Отечеству и защищать ее интересы. Полмира с непониманием смотрит и не может найти ответ, откуда вчерашние мальчишки, школьники, студенты, работники сельского хозяйства, инженеры-айтишники проявляют героизм, выполняя приказы своих командиров в зоне специальной военной операции. Но ответ здесь очень простой, потому что в наших жилах живет память о героизме наших предков, кто смог выстоять натикс фашизма и смог сломать ему хребет. Пожелал молодежи стремиться к знаниям, здоровому образу жизни, потому что именно им предстоит управлять страной и принимать вызовы современного бурлящего мира. Участников мероприятия приветствовал мэр Черкеска Алексей Баскаев, который поблагодарил преподавателей за ответственность и усердие в организации интересных мероприятий, поводов и событий в рамках месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. В них приняли участие более 15 тысяч ребят. Отрадно, что не только в канун 9 мая, но и в течение всего учебного года в школах Черкеска, в учреждениях дополнительного образования проходят уроки мужества, выставки, показы кинофильмов, дискуссии, направлены на бережное отношение к истории нашей Родины. А еще в образовательных организациях города с особым вниманием и трепетом ведется сбор материалов, документов и фотографий, связанных с военным временем. Перед будущими призывниками и их родителями выступил военный комиссар Прикубанского района Александр Чернышев, который рассказал, что в этот призыв Карачаево-Черкесия отправит в ряды вооруженных сил России более 350 человек. Ребята будут проходить службу во всех видах и родах войск, кроме этого в Росгвардии и в Министерстве по чрезвычайной ситуации. При это решение, что практически все наши призывники, когда прибудут воинские части, будут проходить учебные сборы, при которых будут обладевать военно-учетными специальностями, конкретными уже наводчики, стрелки, артиллеристы. Не просто проходить, а прямо получать определенные воинские специальности, которые потом, впоследствии, они могут преодолеться, если вдруг опять будет война. Также довел до сведений будущих призывников, что распределят их в том числе и военные части на новых российских территориях, но поспешил успокоить родителей, что службу их дети будут проходить в специальных подразделениях. После составилось торжественное награждение победителей патриотических состязаний, состоявшихся в рамках месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. Мадина Каракетова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.